Было и стало категорией, которыми измеряется работа реставраторов. В Иванове впервые чествовали лучших представителей этой редкой профессии. Праздник учрежден по инициативе петербургских депутатов в честь начала восстановительных работ на памятниках архитектуры, разрушенных в войну. Страна отмечает День реставратора с 2006 года. В Иванове праздничное мероприятие организовано впервые. Хороший реставратор – это, наверное, в душе и меценат, и благотворитель, и художник, и просто должен быть очень хорошим человеком. Иначе это будет просто рутинная работа, и такого эффекта, конечно, не будет. По инициативе Департамента культуры был организован конкурс на звание «Лучшая реставрационная компания». Поступило 22 заявки. Выделить из участников самых-самых действительно сложно. Все реставраторы трудятся на благо региона, работы каждого преображают город. Чтобы быть максимально объективными, конкурсное жюри выработало свои критерии оценки. Все зависит от сложности работы, от приоритетности работы. То есть, допустим, промоархитектура для нас приоритетна. Ну, или, допустим, приоритетные проекты благотворительности. То есть, у нас несколько проектов в рамках благотворительности – это важно. Денег не всегда хватает, а реставраторы готовы эту работу выполнить на безвозмездной основе. Специалисты мастерской Виктора Корнилова работали над преображением множества исторических зданий, в том числе особняка Маракушевых. Сейчас в нем расположена Ивановская областная дума. Виктор Яковлевич признанию заслуг очень рад и считает, что профессия до этого года была незаслуженно забыта. Сейчас сотрудники компании «Ивановая реставрация» трудятся над несколькими объектами в областном центре и Плесе. В Иванове мы работаем, это главпочтамп наш, вы видите, леса стоят и внутри, и снаружи мы работаем. Мы продолжаем работу по Успенской церкви деревянной в Минееве, если вы видите, там тоже работа проходит. У нас сейчас работает небольшая бригада Казанской церкви, делаем фасад. Реставраторы очень рады новому празднику. Раньше их заслуги отмечали только в День строителя. Но свою работу они считают не только технической, но и творческой. Процесс восстановления облика объекта невозможен без изучения его истории, без погружения в эпоху. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.